В Усть-Куломе развиваются новые лесоперерабатывающие производства. Благодаря государственной поддержке и участию в инвестпроектах предприниматели открывают новые цеха и создают рабочие места. Объемы готовой продукции растут, а рынки сбыта расширяются. О перспективах лесной отрасли своего родного района узнала Евгения Кладкевич. Бизнесмены стулы Игорь Черединов в лесопромышленной отрасли с 1991 года. Компания, в которой он работает, зашла в Коми не случайно. Наш регион в лидерах по объемам заготовки и переработке леса. Самым перспективным районом показался именно Усть-Куломский. Мы искали в республике Коми участок, где можем построить такой завод. Мы ездили в несколько районов республики. Это был Ударский район, там было рассмотрение площадки. Это был район Усть-Куломский. И в общем-то отношения хорошие сложились и перспективно приняли решение Усть-Кулом. За несколько лет предприятие стало крупнейшим лесоперерабатывающим комплексом района. В месяц компания производит не менее 3000 кубометров готовой продукции. Несколько видов доски и бруса. В распоряжении две лесосеки в Помозде на Ивазьяге. Доступ к ним благодаря участию в федеральном инвестпроекте компания получила без аукциона по льготной цене. Помощь в реализации инициативы оказала местная администрация. Когда в наш адрес обратились инвесторы с просьбой подобрать земельный участок вместе с Министерством природных ресурсов, нашими участковыми и лесничествами подобрать необходимый объем лесфонда, мы к этому активно подключились. Предприятием был приобретен земельный участок участного лица, а уже все остальные гектары дополнительные в оперативном порядке помогли оформить сначала в аренду. Одно из главных условий участия в инвестпроекте – создание новых рабочих мест. С появлением этого предприятия работу в районе получили 256 человек. Кто-то трудится на лесосеках, а кто-то сосредотачивает силы на самом производстве. Здесь несколько цехов. Кроме лесопиления и сушки, одно из направлений – изготовление топливных материалов, щипы и пилетов. Продукция поступает на российские и зарубежные рынки. После распиловки у нас нет отходов, которые не сбываются. Изначально мы разделили линии по производству, по пилению. У нас существуют три линии, которые… Эта линия, где мы находимся, пилит от 10 сантиметров до 18. Практически в районе такой диаметр никто не пилит. И в основном древесина от 10 до 12 отправляется в баланс, хотя это востребованная продукция. Вторая линия у нас пилит от 20 до 30. В скором времени к открытию готовится третий цех для распилки леса диаметром более 30 сантиметров. Практически достроен второй автоматизированный цех для сушки готового пиломатериала. Что касается объемов производства, уже в феврале компания планирует поднять планку минимум до 7 тысяч кубометров в месяц. В планах и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Запуск производства вагонки. Евгения Кладкевич, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Уськулом.